С вами Лаврова Светлана. Если кто меня не знает, то я могу, наверное, себя в двух словах охарактеризовать как я проводник к самому себе, через самого себя, минуя гуру, учителей и разных очень благостных и просветлённых людей. Чтобы вы не зацикливались на ком-то, либо на тём-то. И, наверное, сейчас большую часть времени я занимаюсь конкретно этим, чтобы приводить человека к самому себе без посторонней помощи. Ну и ещё у меня есть такое небольшое отличие. Небольшое — это не с точки зрения, что я такая скромница, а небольшое отличие — это с той точки зрения, что я сейчас, на сегодняшний день, настолько часто общаюсь с такими людьми, и у меня ребята, общаясь со мной, переходят в такой же образ жизни. Образ жизни, где еда и жидкость не имеют значения. Наверное, я бы так сказала это. И сегодняшняя тема с вами у нас… Я заявила тему «Сколько плодоностей в твоей реальности». И эта тема, она не просто так создалась. Эта тема, наверное, она сформировалась именно на том основании… Мы же очень часто понимаем какие-то моменты, когда у нас с нами встречаются определённые… определённая балансировка нашей точки сборки. Наверное, я бы так сказала. И вот эта балансировка, если человек не осознаёт в какой-то степени, в какой-то мере, что с ним происходит, куда нужно посмотреть, что нужно оценить, то ему всё чаще и чаще прилетают, как он думает, что совне, какие-то моменты, какие-то эксперименты самого себя. И очередной момент в то же время и меня, потому что я собираюсь в каждый момент, в каждый момент своего времени, я собираюсь по-новому. У меня происходит новая сборка как физического тела, так и морального, так и эмоционального. И ребята, которые у меня идут со мной в закрытом клубе, которые идут со мной в марафонах, в ретритах, они знают очень многие подробности о моей жизни, о моём аватаре, о моей пересборке. И она действительно такая глобальная, настолько глобальная, чтобы вы немножечко понимали, что это потеря и рост новых волос, что это не единоразовый сход ногтей, что это на сегодняшний день, что меняется кожа, сходит кожа. На сегодняшний день меняется вновь эмаль на тех зубах, которые уже были, что отходят брекеты. И очень много моментов, которые действительно показывают, насколько мы готовы трансформироваться совместно с нашей планетой, с вибрациями нашей планеты. Но эта трансформация проходит в обязательном порядке, даже не после того, а совместно с тем, когда мы осознаём, что происходит в том мире, в котором мы находимся. И эта тема, она не просто так пришла, сколько плотностей в твоей реальности. Все, наверное, все, может быть, многие знают, что на сегодняшний день на прибрежной территории Сочи, Адлер, ну, например, где я живу, да, и близлежащие населённые пункты, они попали в такую ситуацию, когда всё сносило, когда великолепная вода, к которой мы приходим набраться сил, поплакаться, либо пожурить её за что-то, что она нам не даёт. Она не обращает внимания на наши просьбы, на наши мольбы, на наши похвалы, на наши благословения ей. Она просто делает своё дело, делает то, что доступно только для неё. И это тот момент как раз, когда ты чётко понимаешь, кто ты есть, есть ли ты, значишь ли ты что-то, для кого ты значишь, что есть в твоём мире, для чего ты есть в своём мире и в мире других. И это как раз тот момент, я живу прямо около моря. Передо мной один дом и просто такой большой обрыв, железная дорога и море, где у меня, открывая окошки, у меня очень хорошо слышно море, потому что оно прям рядышком, оно просто внизу. И когда я выхожу прям, даже не выхожу из дома, можно просто посмотреть, утром просыпаясь, открыть шторки, и ты уже видишь это море. Если ты выходишь из дома, то оно вот сразу же перед тобой. И помимо того, что оно сразу перед тобой, ребята, кто за мной, кто живёт со мной в унисон, я бы так не сказала, я бы не сказала, что кто следит за мной, это какое-то, наверное, такое говнослово, кто следит за мной. Но кому, наверное, интересны мои какие-то высказывания, мои умозаключения, мои знания, которые приходят ко мне, они знают, что я, например, летом очень много времени проводила на воде, на доске с младшим сыном. И у нас прямо внизу есть рыбацкий домик на сваях, он такой как бы достаточно основательный, и этот рыбацкий домик, он стоял далеко не один год, много лет. И в этот раз мне скинули соседи видео 4 минуты 20 секунд потребовалось воде, чтобы полностью смыть его вместе со сваемым. Этот дом, лодку, всё, что было там, это всё смылось. Причём летом, когда мы, чтобы не поднимать, например, сап, мы оставляли там, зонтики оставляли, матрасы. Это было очень удобно, это было такое какое-то создание такого своего маленького мира, создание своей маленькой вселенной, где ты вот этому маленькому кругу людей нужен, и ты что-то для них делаешь, и они делают что-то для тебя. Иллюзия — это твоего мира или реальность? И вот эту вот либо иллюзию твоего мира, либо реальность за 4 минуты 20 секунд её смыло, смыло водой. Причём это не просто смыло. Когда её смывало, вот этот домик, у меня дети спокойно с водителем уезжали в школу и в колледж. Я поехала на встречи, на переговоры. То есть в моей жизни ничего не изменилось, был просто дождь и ветер. А в 10 метрах от меня происходили другие моменты. Это был один и тот же мир. Это мой мир. Это то, что я знаю. Это то, что знает меня. Но в моём мире на данный момент было как минимум две плотности. Одна плотность, в которой всё было разрушающее, вся та жизнь, в которой я жила ещё буквально некоторое время назад, её просто смыло водой. И другой мой мир, другая моя плотность, в которой я просто обычно так же существовала. И всё это, и всё это, это и был единый мир с разными плотностями. И как часто мы, не осознавая того, где мы живём, с кем мы живём, как мы живём, кто мы, мы даже не осознаём, что происходит в моём мире. Мы даже не осознаём, что в моём мире есть несколько плотностей, которые абсолютно не соприкасаются друг с другом. Когда мы не осознаём, что мы выбираем именно ту плотность, в которой мы сейчас находимся. Это тот мир, в котором мы живём. Но каждое мгновение этого мира мы всегда выбираем, где мы будем на этот момент, в какой плотности мы будем сейчас. смоет нас водой или мы пойдём заниматься обыденными делами. И это единый мир с разными плотностями. Насколько вы готовы услышать своё тело, чтобы довериться той плотности, которая вас поведёт в следующий мир самого себя? насколько вы готовы увидеть, что всё это касается непосредственно вас, что это не обходит вас стороной, ни одно мгновение не обходит вас стороной. Никакие войны, никакие свадьбы, торжества, рождение или смерть, ничего не обходит вас. Это всё есть в вашем мире. Пока вы это слышите, пока вы это знаете, пока вы это можете ощутить хоть как-то в своём мире, это есть в вашем мире, это и есть ваш мир. Но вы выбираете постоянно разные плотности в этом мире. И когда вы осознаёте, в какой плотности на данный момент вы находитесь в своём мире, только после этой плотности вы можете интерпретировать, а кто я есть, почему я на данный момент выбрал именно эту плотность, почему мне в ней более комфортно, почему я в ней готов находиться. и знаете, вот эти вот все благостные высказывания, любовь во всём мире, мир во всём мире, вот нужно думать позитивно, нужно благодарить каждое утро там что-то ещё. Это всё такое говно, ребят. Когда ты понимаешь, что ты в этом мире находишься, ты и есть эта благость этого мира, когда ты понимаешь, что вокруг тебя постоянная жизнь и смерть в одном лице, как ты можешь это не ценить? Как ты можешь уходить от этого? Как ты можешь уйти с фокуса от себя, начиная оценивать кого-то другого? начиная журить кого-то другого? Это насколько тебе безразлично то пространство, в котором ты существуешь? и когда ты осознаешь, что все, что есть в твоем мире, это твои учителя, то ты начинаешь углубляться в это. И знаете, кто максимальный, более широкий, глубокий учитель в твоем мире? Это то, что вокруг тебя и есть этот мир. Это камни, которые тебе говорят всю подноготную этой планеты, это минералы, которые в этой же планете, то есть это та основа этого мира, этого пола, по которому ты ходишь постоянно. Это запахи, через которые ты можешь слышать внутренние органы другого человека, внутренний мир другого человека. это цвет и свет, который ты видишь и слышишь. Как только ты видишь определенные цвета, все больше их появляется в твоей жизни. Зеленого, красного, фиолетового. И на каждом этапе твоей жизни ты, может быть, даже замечал, что тебе кажется, даже не кажется, а тебе хочется надевать, например, одежду только сиреневого цвета или красного цвета, или тебе предпочтительнее черный цвет. Это именно ретранслятор твоего тела, что в твоем теле не хватает для раскрытия, принятия вибрации Земли, для того, чтобы ты принял новые знания из состояния самого себя. И когда мы это видим, чувствуем и понимаем, то такие банальные вещи, как полюбить ближнего и дать ему какую-то благость, они уже не существуют. Не существуют не потому, что ты не хочешь это дать, а не существуют потому, что ты их даёшь априори. Как ты не можешь дать благость своему близкому? Как ты не можешь подойти и обнять своего близкого? Тая какие-то обиды? Какие могут быть обиды? Ведь тебя через секунду может не быть, либо его через секунду может не быть. Как ты можешь зажать то, что есть в чувствовании на поверхности? То есть отдавание любви и принятие любви от такого же существа, как ты, назовём это от живого существа, от человека, от кошки, от собаки, от каких-то насекомых, от других животных, ты не можешь их разделить на хочу принять, на хочу дать любовь или не хочу. Это поверхностное, это как эмоции. Когда мы с вами говорим, что эмоции это пыль, и нужно идти дальше в глубину, в чувствовании, это и есть та глубина, в которой ты живёшь, то есть здесь, когда ты не можешь переступить рубеж отдавание благости своему близкому, отдавание любви своему близкому, принятие его любви, не интерпретируя, он это сказал, потому что он это от меня хочет, или он это сказал, потому что он вот так вот это понял, да какая разница, как он понял, да просто прими, вот на данную секунду он это так почувствовал, через секунду он может почувствовать всё абсолютно по-другому, и это тебя уже не будет касаться. Просто принимай эту благость и отдавай эту благость, не жди ничего взамен. Нас не существует на этой планете. Мы только моторчики, которые её запускают, запускают через счастье самого себя. И если мы не почувствуем это счастье, начиная с поверхности, начиная с поверхности с той, что мы начинаем отдавать это счастье, мы не начинаем жмотиться и жопиться за счёт денег. То есть вот он, например, бросил меня с детьми, и вот он такой козёл грёбаный, и он мне не даёт никаких элементов. Да какая разница? Он же дал тебе самое ценное, что у тебя есть, это твои детей. А то, что у него происходит в жизни, у него это происходит только потому, что у него такая жизнь. Просто он готов к той жизни, к которой он готов. Ты почему зациклена на его жизнь? Почему ты не смотришь на то счастье, которое есть вокруг тебя? И это касается абсолютно каждого момента. Вот меня работодатели не ценят. Блин, ну они тебя уже приняли на работу. А что ты можешь дать этим работодателям? Просто дай им всё, что ты можешь, что ты можешь. Тебя, может быть, через минуту уже не быть. И они никогда больше не узнают, что ты можешь. Просто отдай это прямо сейчас, отдавай это постоянно, всё то, что ты можешь. И только после отдавания, после того, как ты станешь абсолютно пустой сосуд, ты можешь принять что-то другое. И принимая что-то другое, ты открываешь своё поле для следующего. Для следующего восприятия информации. Для того и восприятия информации. То есть смотрите, сверху, сверху земли, это то, что ходит, то, что движется, то, что дышит, то, что шевелится. Это всё живое. Вот когда вы научитесь вот это вот живое воспринимать как живу вашего мира, самого себя, только после этого, после тотальной любви самого себя, вы можете углубиться на следующий уровень этой планеты, на следующий уровень знания и любви от того, что может дать планета. стихия воды, стихия огня, стихия земли, стихия воздуха, камни, минералы, запахи и ароматы. Это следующий виток, это следующая ступень познания этого мира, познания этой культуры, этого шарика. Но это же только шарик, это только малая, малая доля того, что вы можете познать. Это всего лишь то, где вы проходите всего лишь тоясли. Только потом, проходя эти несколько этапов, несколько слоёв, вы выходите на галактический уровень, когда вы понимаете, что такое планета, как она переходит из одного портала в другой, как она переходит из одной мирности в другую, с чем она соприкасается, в какие моменты, какие планетарные рукава соединяются друг с другом, что дают вам эти знания. И это такой космос, это такая глубина, и когда вы погружаетесь вот в это, то все моменты, которые лежат на поверхности, как эмоциональные нестыковки, любит, не любит, понимает, не понимает, оно уходит настолько на дальний план, и чтобы человек не делал, ты его просто любишь. Любишь не из состояния, вот я вот такой вот амеба бесформенный, и мне похуй на все. Нет, а ты его любишь просто априори, потому что он есть в твоей жизни, он есть то состояние, которое он готов передать тебе, чтобы ты осознал что-то свое. и это здорово. Вот, ребята, смотрите, здесь некоторые пишут, что тупик там чего-либо. Смотрите, у нас есть тупик только в нашей голове. Все остальное, это мы себе придумываем тот загон, который есть. То есть, смотрите, есть вот эта планета, которая огромная, объемная, и не всегда в нашей голове мы можем поместить это, а где конец, где начало, а плоское или круглое. и мы начинаем выстраивать себе вот этот загон, заборчиком. И мы в этом загоне себе там садим ромашки, цветочки там, облагораживаем что-либо. И когда нам говорят, так там что-то есть другое, и когда мы смотрим за своих забор, а там поле, а там поле, поворачиваемся к себе, а у нас здесь красота и благоухание. И тогда наш мозг что говорит? Он говорит, не надо, там ничего нет. Ты посмотри, ты туда пойдешь, сколько тебе нужно будет сил потратить на то, чтобы сделать так же, как здесь. И ты тогда идешь в отрицание. Вот чему я научилась некоторое время назад? Вы, наверное, кто меня знает, вы все знаете, кто меня знает, вы, я уже не раз говорила, что я сотрудничаю с определенными людьми, они профессоры, там, кандидат, кандидатские зачители по каким-то вопросам. И если бы они мне говорили какие-то вещи и те вещи, которые не усваиваются в моей голове, в моем мишке, я бы начинала говорить, этого не существует, этого не может быть. Вы знаете, я бы никуда не ушла. Я бы не начала видеть другие миры, я бы не смогла привести людей в другие миры. Я бы не смогла их вскрыть так, как они вскрываются сейчас, через такую простоту. потому что эта простота для меня на сейчас простая. А раньше для меня это казалось, ну как это такие дебри, ну как это я туда зайду. И в определенный момент я просто себе позволила, что это есть. Я это могу не знать, я могу это никогда не понять, я могу это никогда не осознать, либо этого может не быть. но я позволяю в своем мире, чтобы это было. А осознаю я это или нет, это уже другой вопрос. И когда вы говорите, что вот этого не существует, этот тупик, задумайтесь, почему вы себе ставите тупик. Ведь разве есть тупики в этой плотности, в этом пространстве? Разве они вообще существуют? Почему есть тупик в вашей голове? Почему вы приходите в какой-то тупик? Почему вас не пускает ни ваше тело, ни ваш разум в следующую дверь? Почему вам удобно находиться в этом состоянии? Вот тут уже пишут, какие-то рассуждения, дайте что-то полезное, зачем рассуждать ни о чем? Ведь я очень много техник даю и на своем канале, и на своих марафонах. И если кто-то меня не слышит, и кто-то думает, что я что-то говорю такое завуалированное, это просто на сегодняшний день вы не готовы туда идти. Это не хорошо, а не плохо. Просто вы меня не услышали. Может быть, я не ваш спикер. Может быть, я не тот человек, который вам может что-то открыть. И когда вы ищете инструкции, что значит дайте инструкцию? Это опять же говорит о том, что мне вообще сложно о чем-то думать, мне сложно куда-то идти. И вот я уже уделил тебе время. Уж если я тебе уделил время, будь добра, дай мне пошаговую инструкцию, чтобы я туда пришел. Нет, так не работает. Хочешь, добываешь самого себя из себя и идешь. Не хочешь, ни хер меня тут перебить и говорить, чтобы я тебе что-то сдала. Я даю настолько много, насколько, скорее всего, ты не можешь просто уместить в себе. Может быть, это для кого-то звучит пафосно, но тогда подумайте, а почему для вас это звучит пафосно? Почему это вас задевает? Где вы не хотите себе признаться в честности? Зачем придумывать космос? Наверное, за тем, что он есть. Рассуждение приводит к осознанию. Многие связываются правильно. Да, ребят, я как бы не такая благостная леди, в которой вы что-то захотели, я такая раз, сразу же распинаться и вам начала давать что-то. Именно поэтому я и говорю, что я привожу вас к самому себе, через себя. Я не зацикливаю вас на себе. Если бы я вам давала инструкции, то вы бы шли за мной, как за морковкой, потому что сами бы вы соображать нихуя не могли бы. И вы бы шли просто бы за мной, потому что я бы давала вам то, что вы, делая это монотонно, достигали определенного уровня. Но я не про это. Я про то, чтобы вы отцепились от всех буру, отцепились от всех блоков, отцепились от всех предрассудков и предсубеждений. я за то, чтобы вы шли своей дорогой, чтобы вы шли своей дорогой, я вас переключаю, я переключаю вашу кристаллическую решетку на то, чтобы вы запускали свой процессор ДНК на другие осознания, не вашу голову. Я вам не коуч, который вам говорит, «О, действуй!» И вы такие «О, действуй!» На две недели вас хватает, а через две недели вы такие «О, ху!» и сдулись. Нет. Именно про то, что я говорю, что вы — это космос, это не потому, что я вас хочу возвысить, а потому, что я вас хочу научить переключить вас. Я меняю вашу структуру ДНК. Хотите вы этого или нет? Я вибрационно меняю вашу кристаллическую решетку. И насколько бы вы злые на меня не были, что я не так разговариваю, что я матерюсь, что я не то говорю, что я, может быть, про какие-то бла-бла-бла, вы уже другими не будете после моих эфиров. Как мне крути! У вас запускается другой процесс на уровне герц. И вы меняетесь. Меняетесь, приходя к себе. И только придя к себе, вы решаете все вопросы, которые есть в вашем мире. Абсолютно все. Нет инструкции. Есть только вы. Это ключ. Ребят, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. А если нет, то тогда я буду закругляться. Можно вопрос? Да. А сколько вот этих плотностей может можно ощутить, которые есть в нашей реальности? Этих плотностей можно ощутить сколько угодно. И чем больше вы себя не знаете, тем больше у вас плотностей. То есть в вашей реальности происходит у кого-то вот это, у кого-то вот то, у кого-то вот еще что-то. И вы смотрите, вроде бы все есть, но это не в вашем мире. И чем больше вы собираете себя в своем мире, тем больше вы начинаете видеть те процессы, которые происходят. И тем меньше плотностей и есть. То есть чем, ну а что еще? Я уже говорила это неоднократно. Что происходит в определенные моменты, когда вы находите себя? Когда вы находитесь в другом, живете немножечко не так, как все остальные. Что касаемо там еды, каких-то физических действий, там еще что-то. Чем больше вы находитесь в себе, тем больше вы эти плотности собираете. И чем больше вы этих плотностей собираете, тем больше вы понимаете, что вы есть на данный момент. Представляете, когда вы тут, 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 и получается, что вы сами ничего не контролируете. Все как бы происходит помимо вас. И когда вы собираете эти плотности, как бы нанизывая на самого себя, на стержи, на истинное Я, то каждый момент вы уже видите, ах, вот здесь происходит вот это, а это мне, чтобы что? И раз, это и подцепили сюда. А это мне, чтобы что? Раз, и подцепили сюда. И вы тогда начинаете, вот это, может быть, грубо звучит, но управлять своей реальностью. Но это не то, что управлять, что вам что-то не нравится, а как бы наблюдать свою реальность и состояние жизни. Можно тогда подвести итог, что плотность – это как некие программы, которые окружают человека? То есть это фактически вот… Нет, ни в коем случае. Мы уже настолько вот это вот изъезженные, программы, матрицы, там еще что-то. Ребят, программы – это, можно сказать, что когда есть паттернное поведение, когда это переходит из поколения в поколение, да? А есть программа, которую прямо внедрили в тебя с детства. Вот ты такая-то, такая-то. Вот если ты не болеешь, то у тебя не происходит вот это. Почему очень часто болевые ощущения разных моментов у человека в жизни, в котором он проживает? Потому что он изначально не мог привлечь к себе внимание без боли, начиная с родителей. Вот эта программа – это уже не паттернное поведение, а это уже программа. Вот эта программа. А все остальное не навешивайте вот этих вот программах, кармах, еще какое-то говнище. Ну, уберите, давайте реально смотреть на то, что происходит. Это не программа и не карма. Это просто те моменты, которые вы не можете отследить. Не можете отследить, а потом их думать, ох, и это я знаю. То есть смотрите, на сегодняшний день многим кажется, что я не могу отследить какие-то действия, которые происходят далеко. Далеко, например, там, где-нибудь за границами чего-то, куда далеко доехать, куда далеко дойти, я никогда не дойду и не долечу в данный момент времени. И тебе кажется, что это происходит не в твоем мире. Но почему тогда ты об этом знаешь? Что тебе дает эта информация, которая приходит каким-то образом в твой мир? Это не говорит о том, что ты сейчас как миротворец куда-то поедешь и все сразу же по мгновению волшебной палочки решишь. А это говорит о том, что тебе это дает, чтобы ты познал вот здесь вот, чтобы ты мог как цветок раскрыть это в новом качестве. И когда мы вот это познаём, тогда мы начинаем менять свой мир. А представляете, когда вот мир, вот здесь вот чёрный, здесь тёмно-синий, здесь серый, здесь там ещё какой-то. И вот это вот чернота, чернота, чернота. А когда ты начинаешь свой мир раскрывать из состояния благости, когда ты понимаешь и несёшь, не обязательно это говорильней нести, а можно какими-то действиями, какими-то моментами, о которых я тоже очень часто говорю, и ты начинаешь раскрываться, как розовый бутон, красный бутон, зелёный бутон, жёлтый бутон. И вот эти вот миры, когда раскрываются вот в этих вот бутонах состояние, внутреннего состояния твоего мира, то тогда какой будет круговорот процесса обмен данной планеты? Несостояние матрицы, которое вот уже все вот привыкли, вот это вот матрица, вот это вот ещё. А что такое матрица? Спроси, и каждый начинает вот это вот залипать. Ну, матрица, это... Если бы не вышел фильм «Матрица», вы бы вообще этого слова не знали. Светлана, тут Сергей задаёт вопрос, но он как бы не совсем по теме. Надо ли удалять корни старого зуба, чтобы на этом месте выросли новые, или организм сам вытолкнет, когда нужно? Организм сам вытолкнет. У меня есть несколько примеров, что организм сам делает то, что если зуба уже нет, а корни есть, но нужно тут ещё смотреть. Если корни есть, а зуба нет, то у вас, наверное, это место будет либо болеть, либо ещё что-то. Тут же самое главное даже не в корнях дело, а самое главное дело в десне. То есть десна – это кость. Насколько повреждена либо не повреждена – это кость. Насколько в этой кости может благостно развиваться новый зуб, чтобы укрепиться? Если мы говорим конкретно о зубах. И вот здесь вот можно, я читаю вопрос, можно ли сказать, что истинное Я находится вне плотности? Да, истинное Я находится вне плотности, оно находится в пространстве. Плотностей много, пространство единое. Если есть вопросы, я готова вне плотности. Участники зуба, задавайте вопрос. Участники ютуба, если хотите задать вопрос, переходите по ссылке внизу. часть этой зубы не поднимают руку, значит, вопросов нет. Тогда я благодарю вас, что вы меня пригласили, мне очень приятно находиться в вашем пространстве, и я покину тогда ваш эфир. все, благодарю. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.